Пейзаж Пейзаж Г. обратился впервые во время своего пребывания в Италии. Г. его жена и двое сыновей на летнее время перебирались из Флоренции к морю. Они облюбовали для себя побережье Глигурийского моря между городами Специя и Ливорну. В этих местах Г. написал большую часть своих итальянских пейзажей. Г. Месоедов, составлявший компанию «Семья К.», писал в Петербург Павлу Чистякову. «Здесь я вам скажу не житие, а масленица. Жизнь стоит дешево. Этюды великолепные. Купание точно по бархату. Жизнь здесь тихая, точно на конце света». Г. Месоедов, составлявший компанию «Семья К.» Г. Художник романтического склада разделял пристрастия романтиков к мотивам закатного и ночного освещения. Этюд «Морской залив в Ливорну. Закат солнца» захватывает эмоциональным переживанием природы, внутренней озаренностью. Открытый, живой мозог передает трепет самой жизни. Этюд «Мальчики у берега моря» Изображены сыновья Г. Николай и Петр, родившиеся в Италии. «Мальчики мои так блаженствуют, ходят тоже босые, как маринары. И целые дни у моря или в море», – писала жена Г. Анна Петровна подруге. «Острова залива тонут в прозрачной синеве. Минута, когда солнце показывается из-за горы, великолепно. Луч его заливает розово-золотистым цветом горизонт моря и острова, и леса на берегу. Какая тишина, какая свежесть. Кругом не души. Только однообразный рок от моря». Артистизм Г. в этом этюде до сих пор поражает своей смелостью и свежестью решения. Намечены только загорелые гибкие тела мальчиков и синяя полоска воды. Остальное пространство этюда составляет чистый холст. Г. использует графический прием умолчания, активизирующий воображение зрителя. Г. использует графический прием умолчания, активизирующий воображение зрителя. Уже на склоне лет молодые художники спросили Д. А какое значение придать пейзажу? По всем данным, ему, очевидно, предстоит жалкая роль безидейного творчества. Он ответил. «Милые люди, какое придать значение природе, когда вы остаетесь на поле и смотрите на все окружающее величие Бога? Вы впервые начинаете ясно осознавать себя ничтожными, слабыми. Вы теряетесь положительно от всего, потому что ничего нельзя постичь. Все вокруг неразрешимая тайна. Вся эта красота не вами создана, не вами объяснена». Ах нет, пейзаж – святая, великая вещь. Это не менее глубокая отрасль искусства. Пейзаж не то, что вы думаете. В нем Бог, самый грандиозный и беспредельный. Субтитры создавал DimaTorzok